Всем привет, друзья, подписчики и гости канала. Добро пожаловать во вторую часть видео уроков по драм-машине Native Instruments MicroMachine MK2. В этой части видео я бы хотел рассказать о режимах работы более подробно, какими способами можно использовать драм-машину MK2. Первый режим — это MIDI-устройство. Для того, чтобы перейти в MIDI, необходимо нажать Shift, F1. Вот таким образом. То есть Shift — здесь кнопка выполнения определенной функции. То есть если мы видим здесь надпись «Надо F1 MIDI». Это означает, что если просто нажать на F1, то в данном случае ничего не произойдет. Это клавиша выполнения функции в программе Mesh. Здесь мы видим над клавишами, над кнопками второстепенные функции, то есть Shift — Mute. Либо просто Mute. Если мы нажмем Shift и эту кнопку, то шок. Это остановка звука. Это кнопка Panic на драм-машинах Hackey. Кто знает. Мы перешли в режим MIDI. Для того, чтобы выйти с режима MIDI, необходимо опять же нажать Shift плюс F1. Второй режим работы — это режим с софтом Mesh 2 от Native Instruments. Запускается SoftMachine 2 на компьютере, и сейчас произойдет синхронизация с устройством. Автоматически я ничего не нажимаю, получается, драм-машина подключается сама. Автоматически вот мы видим синхронизацию, я нажимаю на пэды, но у нас ничего не загружено, поэтому никаких звуков воспроизводиться не будет. Следующий режим, который есть, третий режим, это режим в варианте VST. В варианте VST, то есть это когда мы подгружаем софт, будь это FL Studio, либо Reason, Reaper, Cubase, неважно. Мы загружаем, ну предварительно установили плагин в директорию, об этом я показывал в прошлом видео, посмотрите, кто не смотрел. Значит, установили VST-DLL-плагин, как обычный плагин, да, и находим его в браузере, как добавить плагин в библиотеку FL Studio, я думаю, вы знаете. Открываем Machine 2. Открывается вот такое вот окно внутри хоста, и опять же происходит синхронизация в нашей драм-машине. То есть у нас получается, мы можем работать в FL Studio, но с использованием драм-машины Native MK2. В общем, такие три режима работы у нас есть на борту. Более подробно об этих режимах мы будем говорить в следующих видео. Основные моменты я уже здесь упомянул. Единственное, что больше практики будет в следующих двух, либо трех частях видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей части.